Ну чё ты готов? Да, сразу же можешь видос начать, типа, рейтинг Беса Клана ТОП-10, всё, там, чтобы понимали, что к чему. Не последний человек, между прочим? Да. Правильно говоришь. А чё прикольно? Ну так, здорово, нашел, и мы находимся на сервере в Дельфе, в игре Black Desert Mobile, и сегодня я решил записать некий разговорный ролик с человеком под ником Qnly, я правильно прочитал? Да, да, конечно. Представься, пожалуйста, зрителям. Имя там назови. В игре в Qnly, ну паспорт, но я даже говорить не буду. В игре Qnly, звать Стас, 20 в преслед, играю со старта игры, да, с релиза, с самого. Вот. Что ещё рассказать такого? Да, в принципе, всё. Играю в своё удовольствие. Так, ну, я как понял, у тебя, получается, топ-10 по серверу в клановом бейсе. Вот я сейчас смотрю, в принципе, твой стрим. Да, да, да. Ну, у меня топ-10 по всем серверам. Сегодня, после ночного обновления, я уже перейду в топ-9, скорее всего. Потому что я приподнял БС, а у меня сейчас находится, ну, 203, 835. Это со всеми уже полностью. Ну, БС 29, 365. В принципе, ну, не скажу то, что средний игрок, но выше среднего. Вот, на своём сервере по БСу клана четвёртое место. А вот тут вот у тебя клан ещё инсайд, это у вас получается топ-1? Да, да, топ-1 по всем серверам. По всем серверам. Ну, слушай, мне смотрю, так вообще у тебя плотная забивка. Скажи, у тебя вообще что под шаром? У тебя получается, ты закрываешь полностью башню Ходум, да? Как я понимаю? Ну, башню Ходум я ещё закрываю не полностью. А, нет, не полностью. В принципе, сейчас я завершу. А, в 60 этажей все закрываются. Вот, буквально сейчас. Давай посмотрим, что ты там ещё. Под двином твоим. 23 тысячи. 23 тысячи. У меня получается. Смотри, 114-947, но это, в принципе, хватает для закрытия фуловой башни, Ходумовской. По двинкам у меня, ну, собственно говоря, это основа двины. Первая пятёрка идёт, и дальше уже пошло там просто чары, которые так подкачиваются со временем. Всё. То есть пятёрка у меня вся в розовом. Сегодня он буквально сделал розовый татэмп на чара. У нас тут ещё это хаос пухи. Делаешь да, двинам. Да, хаос пушки. Стараюсь загонять сразу же на 6. Но по гравировкам, ну, здесь, соответственно, как бы все камни стоят 20+. Вот. Ну, всё, что как бы не идёт 30+, я ставлю на двинков, потому что основе 30+, намного важнее. По гравировкам на персонажах у меня практически на всех персонажах на красном шмоте стоят гравировки 30+, камни, соответственно, 11, где-то там до 15 доходят. Ну, в основном такие камни топовые стараюсь ставить там уже на розовый шмот, на хаос шмот. Ну, в основном, как бы, приоритет на розовый шмот. Ну, в общем, я где-то делал с вами последнее видео обзор на клановый контент. Ну, и в принципе, ну, как я думал, то, что для фулк закрытия башни хадум надо около 100 тысяч бейса. У тебя получается 120, да, или сколько? 115? Ну, да, почти 115, там нужно, чтобы закрыть все 60 этажей. Ну, то есть, получается, у тебя фулл розовый шмот на всех двинах и основные пуха в хаосе. Ну, не на всех, вот у меня, допустим, 5 персонажей, это они полностью, там, хаос-пушка на них, полностью розовый шмот, там, даже буханки плюс 6, плюс 5, релики, здесь все розовые, рыжие, желтые глифы, это минималка. Ну, и, соответственно, дальше уже пошло красный шмот, и, ну, стараюсь сейчас сделать хаос-пушки, дабы выжать максимальный БС сперва клановый, вот, поскольку одна пушка хаоса дает, там, плюс 700, плюс 800 БС, ну, это без учета еще камней. С камнями там чуть-чуть побольше. Скажи, что еще думаешь по улучшению персонажей делать? По улучшению персонажей в последующем это фулл розовый шмот на всех персонажах, соответственно, сперва сделаю пухи хаоса, потом буду уже перебираться на тотемы, то есть дальше будут затачиваться тотемы шестерки, пятерки не хочу ставить, поскольку жалко шарики, вот, они, как бы, стоят по олярду, но серебро, хоть и фармится очень быстро, но все равно плюс 5, менять на плюс 6, потом, как бы, лишний там 20-30 БС, ну, такое себе удовольствие. Так, я смотрю, у тебя еще совсем нету белого жама, ты вообще как донатишь? Раньше донатил буквально месяцев 7 уже не доначал абсолютно, ну, как доначал только на примак за 800 рублей, как бы раз в месяц, ну, это не очень такие большие деньги, а выручают прям по максимально, то есть, это первая помощница, она очень-таки выручает в том плане то, что у тебя постоянно есть еда. Я элементарно покажу пример в лагере, у меня постоянно, вот, с выходом банок на энергию, у меня сейчас один рабочий фармит постоянно костюмы, 4 рабочих фармят банки, и один рабочий практически всегда у меня фармит камни кроны, вот, поскольку вышел контент с тотемами, с розовыми, и нужны кроны, и, как бы, по тысяче крона, так, каждый, там, пару часов заглянул, переставил и полетел дальше. Так, а скажи, сколько ты вообще в среднем уделяешь игры в день? Ну, чтобы держать такую планку? В день? Ну, где-то по часа полтора, два, может быть, ну, не больше. На выходных, в основном, бывает по 4-5 часов засиживаюсь, это морской контент, который вышел тоже совсем недавно, я его стараюсь закрывать на максималку, потому что это серебро, чем, так сказать, больше у тебя билетов, тем больше проходок, и, соответственно, статуя Сильвии тоже на это влияет, на прокачку. Чем-то, кстати, я на второй уровень качнул уже, в Сильвии. Сильвии, да, у меня второй уровень, и уже там 40% на третий, а сейчас точно скажу. Ну, дальше, ну, так я смотрю, не особо много бэйс этой дает. Ну, она дает по 10 бэйс, и дозволю. У меня уже третий уровень, и у меня 40%, да. Вот, ну, в неделю у меня получается выдергивать с морского контента, но за всю энергию я залетаю в море, сразу же убиваю пиратский корабль, ну, поскольку монеты всех видов, это хоть и малость, но все равно приятно. Вот, тратишь ты на это примерно, ну, 5-6% энергии, чтобы там 35 ядей в этих просто закрыть, и все. А остальное время стоишь на мобах, на акулах, вот, на желтых этих акулах, чтобы просто выкапывать сундуки, ну, и, соответственно, выкапывать проходки. Вот, за неделю выходит, ну, у меня в среднем где-то выходит 70-80. Бывало, одну неделю как-то вышло 110 проходок, 111. Вот это 10-11 проходок, это, суммарно говоря, где-то 30-40 лярдов серебра, ну, и, там, процентов 15 где-то статуи Сильвии, даже 20. Вот. Ну, в общем, деньги есть, серебро есть. Ну, да. Ну, да. Серебро можно вполне-таки спокойно копить. То есть, раз в неделю, считай, ходишь в разлом, это 10 лярдов серебра, ну, и плюс на 4, чтобы у тебя 4 рабочих создавало там банки постоянно на энергию, ну, нужно где-то 7 лярдов. Ну, то есть, 17 лярдов тебе нужно стабильно в неделю, чтобы у тебя было. Вот. Это уже 23 лярда, у меня заначка на следующую неделю. Вот. Чтобы, ну, начну со вторника, потому что во вторник будет обновление, и нет еще официального анонса, что там конкретно будет. Вот. В понедельник, как таковое, не вижу смысла вообще откатывать контент. Разлом, в основном, катая ночью, там, просто поставил, ушел, и пока ты спишь, разлом качается. Ну, смотри, я так понял, на следующей неделе выйдет анонс с солярицем. Ну, вот. Что думаешь по данному классу? Ты вообще как играл-то, может, на Корее смотрел там видео? Поигрывал, ну, в основном мне не нравятся ближние персонажи. Я как-то к ним, ну, не то чтобы негативно отношусь, но на нейтральной зоне. Сейчас, на данный момент, самые сильные, как по мне, но, поскольку я играю магом, при равном БСе, это Титан. Вот, с топорами. Ну, сейчас, на самом деле, очень имбалансно. Да, убить его, убить его по факту магом, ну, невозможно. Мы тут даже просто соревновались, как-то у меня 29 тысяч, у парня, там, играет на гиганте, у него было 27. И, как бы, я его просто не смог убить магом. У меня не хватает дамага. Я ему пол хп не снялся. А, как по остальным классам, ну, у меня как таковой трудности не возникает. Ну, очень мало, прям, людей, которые могут играть своим персонажем. Отдавать, прям, все. Ну, просто, знаешь, в этом еще и вина того, то, что BDM, она, как бы, в основном, завязана на автофарме. И, типа, для этого особо мозгов и не надо. Ну, да, гринт и автофарм. Все. Что, кстати, у тебя по рейтингу арены? Вообще, как ты убежишься? Рейтинг арены я хожу в основном, когда у меня есть время, где 573 место по всем серверам и, как бы, по серверу 162. Ну, 2600, ну, бывает, там, 300 где-то набирается. Ну, я сильно-таки далеко не захожу. Вот, когда уже там видишь то, что тебе попадаются сплошные гиганты, бой за боем смысл сливать себе рейтинг и проходить дальше. Забираю там 2-3 тысячи и все. А что там с берсами у тебя с теми же? Как обстоят дела? Главное, законтролить. Берсы, как и ДК, не прощают ошибок. То есть, если тебя законтролили, у тебя есть два путя. Либо ты умираешь, либо тебе просто нужно отпрыгнуть и держаться на расстоянии. Ближний класс лучше всего не подпускать вообще к себе близко. Что скажешь насчет Сур? Вот я, например, играю на Суре. Че, как тебе? Ну, в целом, интересный класс. Я им пытался поиграть. Как-то было дело. Интересно, персонажи, как-то. Не знаю, особо не очень. Вот, конечно, в этом плане лучше брать массовиков, магов, луков. Я просто смотрю тебя и 92-й уровень. У тебя, кстати, как вообще персонаж в основном на автофарме стоит? Или ты там качаешь в черном духе его? Нет, в основном автофарм. Я черного духа стараюсь не юзать, поскольку... Ну, нет в этом особого профита. То есть, допустим, в обычном фарме даже элементарные источников магии, новые, которые ресурсы для топтема, я выношу в среднем ну, за часов 10, где-то штук 20-25. В духе я вот сегодня на ночь ставил, решил просто проверить. У них пришел. Прилетело всего лишь 5 штук. Вот. Ну и, как показывает практика, в духе не работают супы и разные плюшки, которые есть. Получается акон, да, у тебя получается. Получается такое количество. Да. Ну, как бы примак здесь особо так и не влияет. Это все фарм и рандом. Вот. По таким вот, если мелочным моментам, допустим, элементарно возьмем коллекцию, вся коллекция закрыта до шестерки и седьмая коллекция, два питомца всего лишь, но чтобы так было ясней, у меня есть все шестые персонажи. Ну, это так, может быть, новичкам, кому собираете сперва всех питомцев, чтобы было по одному. И так вам будет намного проще заковать коллекцию. До седьмого уровня. Как бы не нужно искать какой-то определенного питомца, а просто уже. Ну, еще, во что стоит донатить, по моему мнению, это костюмы. Хоть их сейчас и выдают, были вот, была акция. Смеходом море. Извини, я перебью их, просто выдают на новые классы. Ну, то есть ты не можешь, например, перенести на свой майн, и это как-то не очень. Ну, как бы, да, здесь с тобой согласен. Ну, вот у меня костюм для рыбалки, я покупал. Очень интересный костюм, мне он понравился. С восьмого мастера, я, с шестого мастера, я поднял за сутки, 24 часа полностью, стоял на рыбалке, я поднял второго грандмастера. Вот, по профам, вот, у меня грандмастер, и все, кто мне там раскопок. Раскопки еще в процессе. Так, а что, тебе еще интереса, можешь показать там характеристики персонажа, там вторая вкладка уровень, или третью уже забыл. Ну, где-то, наверное, само собой все замакшено. Да, конечно. Замакшено. Ну, если так, по шмоту, то, сейчас, по шмоту, в принципе, плюс семь, ну, все печати двадцать, там, и выше, девятнадцати, и выше камни, соответственно, двадцать восемь, и тридцать, это, наверное, самая минималка, то, что у меня есть. Есть там, вроде бы, двадцать шесть, пару камней, а так, в принципе, все выше тридцати. В идеале, конечно, постараюсь, если рандом будет ко мне благосклонен. На восьмерки, влечить? Нет, сперва цель, это плюс семь круг, потом, скорее всего, буду делать финам, уже шмотки хаоса, и буду уже затачивать, ну, пытаться на восемь. Камни-то, это все, как бы, дело наживное, а вот плюс восемь заточку на мэйни затачивать, ну, опасно, если честно. Да, там, вроде бы, шанс со свитком около восьми процентов, если я не ошибаюсь. А сейчас я тебе скажу точно, сколько там шанс? Нет, можешь это сейчас на пухе посмотреть не на шмотки, а на пухе. У тебя-то шмотки на плюс шесть, ну, а пуха семена? На плюс семь, чтобы тебе шансы до десять процентов, а уже на восемь, что даже шесть, офигеть. Шесть процентов, ну, как бы, какой шанс того-то, что тебе стрельни, то эти шесть процентов, ну, очень маленький. Хотя, я уже видел, то, что есть восьмерки, и проскакивала как-то месяц тому назад, наверное, первая девятка. Это заточился... Она была у нас на сервере. Да, она была у нас на сервере. Это как раз какой-то новичок точился, но эта девятка, единственный минус, она была на красной пухе. Соответственно, при переносе на розовую, либо на хаос, если не изменяет память, то эта девятка немножечко спустится. Но это не точно не похожа. новичку иметь, но тоже плюс 8, это уже неплохо. Ну, да, здесь с тобой полностью согласен. По ресурсам стараюсь все купить. Ну, вообще, блок дезерт раньше, как я считал, это был, ну, сплошный донат. И как бы было на что донатить. Нежели сейчас, тебе хватает примака на месяц, этот примак тебе отдает буквально все. То есть, помощница у тебя помогает, она тебе постоянно приносит еду. Вот. Потом всякий черный дух и прочее помогают там проходить покорение быстрее. Хоть и там покорение закрыто по знаниям, но там то, что можешь проходить по 16, по 20. Но как бы все равно это плюс. Трата, меньше трата твоего личного времени. вообще, да, время это такой достаточно ценный ресурс. Вот, я посмотрел, у тебя восьмая лошадь даже есть. Да, восьмая лошадь. В торговлю катаю у меня все седьмые лошади, но в процессе бывает, когда там время есть, стараюсь ловить лошадей, догоняю их до седьмого уровня и стараюсь точить на восьмерке, чтобы в торговлю можно было бегать на восьмых лошадях. Никто не знает, что нам принесет дальше торговля и как она будет вообще распространяться, какие будут дальнейшие обновы. Может быть, нам с лагерь, что-нибудь восьмой какой-нибудь лагерь, девятый, сделают и, соответственно, на торговлю поменяют. Плюшки будут еще вкуснее. А так, по поводу от фарма, за неделю вполне таки хватает, чтобы играть без наата. Допустим, сейчас сходил на храм 21 тысяча монет. В неделю хочу буквально собираю всю воду, что есть. И вот как раз о времени. То, что на выходных я стараюсь закрыть сразу же всю пустыню. По максималке для этого у меня, соответственно, есть энергия. Энергию всю сливаю сейчас на данный момент в Патрицио, потому что питомцы. Хоть сейчас добавили шестых питомцев, мне за обновление всего лишь выпал один шестой питомец. Пятерок, четверок, троек, двоек очень много летит, а шестерок очень мало. И стараешься за счет этого только, чтобы поднять свой БС выше и выше. А еще можешь сказать что-то, например, спускаешь на тот же черный жемчуг, может, какие-то рулетки крутишь или еще жемчуг. когда было такое-то, что появилась рулетка, я сливал прям очень много жемчуга, я скупал жемчуг, я сливал в эту лавку удачи. Ну, как показывает практика, блин, летит много вкусняшек, но везет одному на миллион, одному на сто человек. Вот, как бы, как такого фарма не было. Ну, влетала буквально недели три тому назад, может быть, четыре, в один день не вылетела сундук с бижутерией, вот, а на второй день не вылетела книга. Это вот прям, было прям, прям, единственный высокий дробь, то, что я получал с данной лавки. а так, жем стараясь спускать на золотой сундук, если там попадается либо 120 этих рун тьмы, либо два питомца, ну, и то, как-то спорно, если там еще попадается что-нибудь вкусное, то стараясь сливать на двух питомцев. Ну, то есть, лично твои рекомендации, вот, черный жемчуг сливать в основном на золотой сундук. Да, да. Ну, и сливать можно, поскольку сейчас напряжение идет, либо ты берешь донатом, либо вот купоны восстановления каждый день за 20 лямов покупать 100 штук, лучше же всего покупать 5000 восстановлений с золотого сундука. Бывает, попадается, редко, но жем копится и все-таки нужно как-то двигаться дальше. А так, каждую неделю, в принципе, со слива черного жема покупаю сейчас, где она находится. Жемчужная. Вот, комплект из-за черный жемчуг. Единственный пак, который я покупаю, я даже с покорением сейчас не беру, это вот следы кофраса, реликвия, световой камень и алхимической системой. это есть. 1000 жема достойно. Да, да. Ну, в принципе, за неделю, если тебе повезет в торговле, то можно спокойно выфармливать. Если у тебя жем копится и как бы ты его с собой не тратишь никуда, то в принципе, это весомо, чтобы скупать именно этот пак. Ну вот, торговля у меня, как видишь, 96-й левел. Раньше я просто не бегал, не качал, а вот буквально сколько, полгода, может быть, больше. с начала этого года, с февраля месяца я начал ее качать, у меня была она вообще 23-й что ли уровень. Сейчас она уже 96-й. А где ты ее фармишь, если не секрет? Я в Велии между двух годов. Ну, то есть, как и все. Ну, да. Точнее. Да, довольно-таки распространенный гайд есть один на ютубе. Понятно. Ну, да, как бы в Веле, во-первых, ты там собираешь сундуков, ну, у меня получается два захода, торговля занимает, ну, минут 10-15. Два захода делаешь, собираешь по, там, по 250, по 300 сундуков, 320, закрываешь две эски и, в принципе, все, выходишь. Ну, там, если попадаются между городами, чтобы ресурсы какие-то продать, то, соответственно, выкупаешь, продаешь в другом городе и, вот так вот, маневрируешь. Для быстрой прокачки торговли, кто прям хочет быстро ее прокачать, совет, рыжие камни, алхерин, инкрустация, их обмениваю, типа, три штуки, там, за один ресурс, сейчас, где нам создание, ну, где-то, 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 материалов она, три камня, инкрустации, обмениваете на одну набор и продаете бродячему торговцу. В Велии, в принципе, пока подкатываешь, делаешь круг, чтобы собрать все, что там находится, выходит, в принципе, по одному торговцу практически постоянно. и за счет этого, за счет этих рыжих ресурсов качается торговля, ну, просто моментально. Я с 90-го по 94-й, наверное, поднимал только вот за счет этого. Я поднял, наверное, чуть больше месяца, 4 уровня. Сейчас, думаю, подумаю заняться, пока, как бы, Твинов уже все приостановил, потихоньку, пока ресурсы копятся, то, сейчас буду этим, скорее всего, заниматься, чтобы докачать уже торговлю до 100-го уровня и уже катать ее так на автомате, чтобы поддержать свое количество ресурсов, которые у нас есть. Это сбор, в основном, трава и труда и так далее. В ресурсах и тоже, смотрите, достаточно много отлямы и дыши. Да. Ну, ресурсы поддерживаются только за счет торговли. То есть, там очень выгодно скупать идет 200 ресурсов, а обмениваешь их ты на 3000. То есть, 800 ресурсов, там, 700 ресурсов, у тебя идет в плюс. Ну и плюс, пока ты катаешься по кругу, ты еще собираешь, там, по 1600-17 ресурсов. Это выгодно. Пока, как бы, не пофиксили, то, что все, то нужно пользоваться этим. Торговли на то и есть торговли. А с покорениями, как у тебя дело обстоит? Можешь показать, там, что тебе покорить? Ой, так. А, ну ты еще как раз предзаказ, она будет забрать. Медная руда, я еще бывают, купаю по предзаказу. Но в основном у меня идет на скупку это руда. Потому что для камней крон. Вот, как таковое с травой, я не заморачиваюсь, поскольку у меня есть кирка, ой, мотыга и топор. О, а, кстати говоря, это сжить реликвием. Да, да, это сокровищница. Вот, у меня топор, кольцо, вот, кольцо ребят, есть такое. Я его даже вроде бы выбил, сейчас скажу, где я входами выбивал в разломе, она вылетает. Да, 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 вот в разломе. Да, такое колечко выпало. Как только вышел разлом и как только вышел топор, мне, наверное, на вторую неделю выпало кольцо, повезу. И я начала собирать себе топор. На самом деле, вот сокровища, вот эти вот, они очень полезны. Элементарно в храму, когда заходишь, это получается, ты просто берешь и встаешь на один рез, и он у тебя автоматически скопил, все вроде, все правильно, по-нему, смотри, на чем показать. В принципе, могу, вот, на этом. Она у тебя просто встает на один ресурс, и как бы просто его копает до тех пор, пока у тебя есть энергия. То есть, вот она начала копать, и она все, и она с этого куста, она не уйдет, пока у тебя не закончится вся энергия. И копает, она получается, повышенная, как я вижу. Да, 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 и скорость, соответственно, повышена. Конечно, в дальнейшем я хочу себе собрать еще кирку, мне осталось только 50 колец, но на кирку это пока что только неизбытая, невыполнимая мечта, потому что этих 50 колец нужно, а у меня по твинам еще нужно 11 колец на твинков. У меня есть все почти кольца, но у меня есть персонажи, вот, они, соответственно, они еще не вне с розовыми реликами, и как бы, ну, 10 колец надо. Пока я не выбью 10 колец этих, почему вот я, кстати, вернусь и выкупаю этот сундук, потому что 200 тысяч фаргментов реликвии, плюс еще то, что там выфармливаешь с пустыни, в выходе это 1150-200 бывает, в зависимости как повезет, допустим, где у меня, а вот, за сегодня у меня за два часа вышло 193 тысячи фаргментов реликвий, световые я уже слег, мне там тоже было в море, с того, так вот, как бы, ну, здесь, там, извини, что перебью, у тебя там, спрашивал, счет покорений, как у тебя по уровню, а, да, вернусь в покорение, так, ходу, мовские покорения, ну, соответственно, покорение Леона, глупо, наверное, но у меня не закрыт, все на 99, лишь всех уже закрыты, в большинстве, ну, периодически, бывает, я обмениваю покорение Леона, для того, чтобы закрывать всякие там, спецзаганевки, да, ежедневки, в основном, чтобы закрывать, я вот обменяю, допустим, там, раз, два, три месяца, сразу же, пять тысяч, и все, и как бы, не парюсь, просто потом прошелся по боссам, да, это просто, ну, получается, выходит намного быстрее, чем в Хадуме. А в Хадуме, в принципе, ну, я ленюсь, по большей степени, по поводу закрытия, вот, у нас, у многих в клане, уже закрыто, там, боссов 7-8, где-то на 99, я ленюсь, и как бы, иду просто по своему БСу, то есть, сколько вот, оно мне предложит, я иду на повышение, и все, и как бы, я особо с этим не заморачиваюсь. идти как-то закрывать на 99, дабы потом закрывать элитку на 99, и тебе, когда выпадет 200%, ну, типа, такое себе, это все со временем, мне кажется, что намного проще, это все закрывать. Чем выше твой БС, но чем выше БСС, тем, соответственно, тебе легче закрывать, ну, и как бы, магичка, как по мне, так, не особо, она любит закрывать всех вот этих боссов, на автомате, приходится все руками, и как бы, для того, чтобы тебе не тратить сильно много времени на игру, то, проходишь на автомате, и все, не паришься, до того момента, пока она не умрет, там, либо, просто на автомат поставил, ушел, куда-то заниматься, я слышал, типа, там, на основном, как бы, закрывают. Ну, бирсы, и лучше, потому что, бирсы, тоже неплохо закрывают, вот, созвездие, кстати, заеду наперед, созвездие у меня, закрыты, на 140, а, ну, вот у меня сейчас, 142-й, потому что, я, доминик, и не бегал, вот, а так, у меня БС, входа, 144 тысячи, это, основа, и плюс 5 персонажей, вот, соответственно, дальше больше, постараюсь, конечно, по максималке, закрывать, вот, но я пока, что туда не суюсь, потом уже, когда идут руки, как бы, пока, что денег, все равно хватает, а БС, оттуда, от созвездия, особо не получишь, играешь, магом, ну, получается, до самого начала, или у тебя были, еще какие-то, доманы, послушай, довольно-таки, интересный вопрос, изначально, я начинал играть, на БЕРСе, первый мой персонаж, был это БЕРС, потом, спустя, наверное, месяц, я создал, лучку, собственно, вот она у меня, создал я себе, лучку, и играл, до тех пор, на лучке, пока ее не пофиксили, она была не играбельна, и когда, вот, был момент, то, что маги, с, своей, вот, вот, глыбой, которая, там, держалась, очень долго, ты мог, там, отхилиться, за это время, и выйти из глыбы, и дальше, раздавать вещей, людям, ну, было интересно, играть магом, а потом, когда их уже начали фиксить, но стало трудно играть, ну, она мне нравится, как персонаж, играбельная, в том плане, если у тебя, есть ручки, откуда надо, то можешь играть ей спокойно. Но магом, это все равно лучше, да тебе, до какого-то шоу. Да, я пробовал еще поиграть, валькирией, не дошло, потом пробовал играть, как саршей, тоже не зашло, в итоге, единственный, вот мой идеал, это магичка, ну, как говорят, то, что еще инвокер, там, что-то ей подняли, но, как показывает практика, магичка, все равно лучше инвокера, у меня был недавно случай, на арене 30 тысяч бс, инвокер мне попался, и просто, я ее даже не ощутил, просто переехал, и все. Так, я предлагаю, наперекур. Итак, друзья, мы вернулись после небольшого перерыва, к нам присоединился, Кент Стасон, представься, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Паша, никнейм Козерог, потому что фамилия Козерог, не очень оригинально, но оригинально, также состою в гильдии инсайт, так же играю с открытия европейских серверов, глобала, и знаком с конли, ну, тоже получается с открытия, то есть, на то уже два года, если не помню, не ошибаюсь, давно корешимся, то есть, нормальное общение, это чисто игрок фри-то-плей, да, но я, я чистый игрок фри-то-плей, то есть, без, без, доната, все своими рученьками, так, и скажи, сколько у тебя БСа? Ну, есть 858, ну, неплохо, слушаю, все равно, да, но, по, по большей части, не везет, не, знаешь, но я вот тоже, например, играю с самого открытия, тоже можно сказать, фри-то-плей, вот, у меня всего 26 тысяч БСа, на данный момент, ну, разница-то не, не особо большая, но не особо уж, ну, я, кстати, тоже стараюсь скачать, клан ВБС, у меня сейчас, 170 косарей, вот, это много, почти, топ, топ, топ-300 сервера, точнее, всех, всех серверов, это, это много, ну, что еще, что еще, ну, я играю за лучников, а флетчера, точнее, всегда, где-то там, на задних линиях, либо добиваю, либо опрокидываю, то есть, вот, это моя вся работа, за, заключается, в принципе, а, и да, и у меня пинг, большой, поэтому, нормально, нормально, все, так, вы что-то хотели сказать, про клан, про топ-1, всех серверов, инсайт, я, как понял, вас тоже не особо любят на сервере, та же самая у нас, ситуация обстоит, и с хаосами, дарк орденами, и прочее, чем вы можете объяснить, такую нелюбовь, кто-то один гильдия, не любовь, кто-то, они, очень долго держат замок, то есть, замок в этой игре, по сути, трон, если ты захватил замок, ты на троне, то есть, ты, царь во дворца, получается, вот, и хаосы держат замок около года, может даже больше, скорее всего больше, то есть, ну, там больше, их, невозможно, практически, невозможно спихнуть в замок, мы замок держим, ну, вот, сегодня был бы пятый раз, если бы мы, если бы нам улыбнулось удача, скажем так, это, 4 недели подряд мы держали замок, и, вот, сегодня настолько скинули, да, вот, кстати, дает сам замок, вы можете, ну, так, замочков объяснить? Паша, скажу, замок дает, во-первых, если ты формишь под супами, то он тебе дает очень большой процент по опыту, то есть, у меня 92 уровень, и, как бы, вот, за замок я могу там отфармить полтора процента опыта, ну, это очень много, в ходуме тебе нужно стоять, на x3 процентов, под всеми супами, всем, что возможно просто обмазаться, наверное, полдня, ради такого, а тут, как бы, это, плюс, замка, идут, и темки, ну, как бы, они второстепенные сейчас, я покажу, у меня на твинке лежат, на всех твинках, ну, в основной пятерки, это заначки для БС, можно так сказать, вот, золотой фермент, получается, формиться замка, он только, когда заходишь в замок, сразу же берешь квест, на 3000 мобов, ты с этого квеста получаешь, одну красную бежу, это стандартно, и плюс еще, в среднем, ну, где-то 700, 900, за этих золотых ферментов, за которые ты, соответственно, можешь обменивать уже, дальше на, на оранжевую бежу, и на красную бижутерию, вот, ну, у меня, как видно, вот за все, за четыре недели, 22 тысячи накопилось, вот, ну, это, поскольку мне твин, чисто, вот, для таких, сундучков, там, то, что есть, к будущему, контенту, у меня, на следующего персонажа, уже джет, маленькая, такие, заготовка, по шмоту, вот, и, соответственно, уже лежат, оси, готовлюсь, к банке, потихонечку, то есть, следующая сокровищница, будет, банка, скорее всего, ну, там, все равно, вот, удачи, как мне выйти, два этих ресурса, с, кутума, опять, раз, начинаешь, короче, человек спрашивал про замок, замок, каждый день, ты можешь два часа, фармить замок, это увеличенный опыт, немножечко увеличенный дроп, как, по мне, квест, за который, ты получаешь, красную бижу, и, фрагменты, и, вот, ты можешь фармить, семь дней, то есть, за замок, если ты взял замок, ты получаешь, семь, как красных биш, и, где-то, примерно, ну, может быть, 10%, 12% опыта, за, вот, весь замок, если возьмешь опять, у тебя ищет, семь биш, и, вот, так вот, мы держали, сейчас держали, сколько, пять раз, да, пятый раз, четыре неделя, четыре раза, до этого мы держали, три раза, ну, ну, то есть, мы умеем, играть замок, скажем так, у нас, ну, здесь, по большей степени, слаженность, в инде, как ты распределяешь, игроков, кого, на кого, отправляешь, тайминги, там, и все, в этом роде, то есть, насколько у тебя, прокачаны, играть, и, насколько у тебя, прокачаны, нельзя, то есть, там, очень много, чего решает, но, если ты берешь замок, то, тебе его нужно, как бы сказать, защитить, защит, защищаешься, против двух гильдей, то есть, вы, вас, 50 человек, против 100, то есть, вот, уже, а нужно, вот, то есть, там, получается, достаточно жесткий, да, то есть, чуть немного, получается, там, не играешь, то это уже, все, у тебя, сразу, кик, да, нет, нет, у нас, у нас не настолько все жестоко, у нас, если, допустим, человек, ну, куда-то пропадает, не появляется, там, в игре, все, уже, это видно, и уже, как бы, подписывается, подписываемся человеку, что он, что с ним, как бы, просто спросить, может быть, он, там, у него какие-то обстоятельства, то, что он не смог зайти, там, в дискорд, элементарно, подписаться, то, что, ребята, вот, у меня так и так, я не смогу играть, ну, и все равно, как бы, все мы понимаем, то, что у каждого, там, работа, может быть, кто-то, командировочный, может быть, там, не дай бог, конечно, кто-то ковидом заболел, и не может играть, чисто по состоянию, своему здоровью, как бы, все это учитывается, но, у нас даже были люди, которые болели, ковидом, и все равно, заходили на замок, ну, да, мы были, да, есть такие, мы в жемкляже, которые, у нас есть планка, если вот ты держишься выше этой планки, тебе вопросов практически нету, то есть, какой-то набор у вас получается тогда, башка, а у нас, ну, у нас, как бы, сейчас набор закрыт, в основу, в клан, ну, вот, у нас средний бс 27 тысяч и выше, а по бсу клан, ну, у нас там, мы держаем, стараемся держать всегда планку, чтобы быть в топ 300, ну, то есть, то есть, ну, да, 175 тысяч, там, стараемся держать, ну, вот, у нас два, несколько персонажей, там, около 200 тысяч, ну, это уже, как бы, я просто хочу забрать, когда-нибудь попасть в топ-3, по всем серверам, и я иду к этому, упорная, усиливая, это получится, что у тебя уже есть, ну, так сказать, неплохая база, ну, так что, все возможно, так, что вы, ребят, давайте, потихонечку закругляться, иначе уже почти час пишем, можете дать, например, какие-нибудь советы, начинающими игрокам, так что, если вы сможете говорить, я как раз по поводу этого думал, совет начинающим, как вот у человека, у которого 200 плюс тысяч клана, правильно нужно распределять все свои ресурсы, элементарный пример, если там, крутите алхимические камни, то, не нужно все вбивать там в основу, чтобы полагаться на рандом, вот я сегодня там выбил 10 буханок, я все эти 10 буханок волью в основу, мне там выпадет плюс 9, либо плюс 10, такого здесь не бывает, здесь нужно что-то уделять твинам, какой-то ресурс нужно уделять основе, допустим, как я делаю, я там выбиваю буквально 10 буханок, проведу этот же пример, в 2 буханки убиваю в основу, остальное все стараюсь убивать с твинов, выбиваю что-нибудь еще там по ресурсам, каким-нибудь, тоже что-то твинам, что-то в основе, сперва, конечно, если, ну, как вышли тотемы, собрал сперва в основе, вот, потом сейчас уже начинаю потихоньку, помаленьку собирать твинам, если, то же самое с реликвиями, реликвия дает не так уж и много бс, но как бы все равно дает, но в основном это глифы на ней, и как бы соответственно, если вылетает глиф, там, у вас все рыжие, не нужно там и за 50 бс, гнаться за, лучше, за бсом, а лучше поставить ее какому-нибудь твину, это будет полезно, также совет, ну, по, так же, как я вот, я говорил по лагерю, то, что все рабочие должны быть распределены правильно, то есть какой-то рабочий должен думать о будущем контенте, то есть это костюмы, голдовые костюмы в любом случае нужно делать, а когда выходит персонаж, в основном что делают, ставят фиолетовые, и потом просто забывают про это и все, как бы, что-то ставишь на костюмы, что-то ставишь на банки, чтобы у тебя была постоянная энергия, и чтобы можно было минимум тратить времени на игру, но выносить с этого очень максимальный профит, вот, бижутерия не стоит, допустим, рыжую бижутерию сразу же там ломать на красную, чтобы получить там одну-две странички, полагаясь на тот же самый рандом, лучше всего одеть твинков, если у тебя уже у самого там розовая бижа, одел твинков в плюс 3 бижутерию, рыжую, этого вполне достаточно, потом со временем поставишь печать, и там даже просто по одному клику, как бы, это сейчас очень вполне таки спокойно отфармится, есть разлом, в котором каждую неделю можно получить по одной бижутерии, это тоже, как бы, в зависимости, ну, в основном у всех выходит одна бижутерия стабильно, розовая, для дальнейшего контента, все, что будет выходить, это в основном клановый контент, и все, что связано, допустим, для основы, чтобы дальше, с повышением уровня твоей основы, дальше у тебя продвигался клан, стоит также пытаться отфармливать, даже если новичок, пытаться отфармливать весь контент, который предоставляется, это то же самое, море, то же самое, торговлю, нужно не лениться, а уделить 15 минут своего времени, и просто отказать торговлю, есть куча гайдов, как катается торговля, вот вели, если будут даже вопросы, могу заснять, ну, просто показать, как это делается, как я катаю ее, то есть лучше все делать все-таки ручками, но не на авто, да, и вот та же самая пустыня, к примеру, ну, такой маленький лайфхак, для пустыни, несмотря на ваш мод, либо что-нибудь еще, можно иметь вот такие вот маленькие сапожки, простые скорости движения, да, да, у меня здесь вывалена скорость движения, один стат на максималке, второй стат на 3,15, ну, почти максималка, и соответственно, у меня стоят красные камни, на скорость движения 5,2, это максимальный стат, который есть, на красных камнях, у меня моя скорость движения в пустыне, составляет 18,6, даже я не знал, если честно, ну, я не знаю, я, наверное, все это вырежу, и потом чисто это сделаю еще один ролик, понял, похвастался, похвастался, ну, вот, это, таким маленький, такой прогресс, в котором, ну, можно достойно отфармливать, не стоит так же новичкам стремиться, в пустыне, на высоких мобов, чтобы там получить чуть-чуть побольше монет, это просто пустой слив денег, монет, также, что касается, да, воды, воды, что касается пустыни, не нужно, ну, отфармливать, там, допустим, 250 тысяч монет, если ходить на храмы, то, дабы экономить воду, всегда стоять нужно в палатке, 10 минут постояли, этого вполне достаточно, чтобы вынести хоть какое-то количество ресурсов, Дженновелла, такой у нас появляющийся иногда персонаж, стоит его тоже на него ходить, очень вкусные плюшки для развития, как и основы, так и для твинов, по большей степени, ну, стараться, как бы, на книге, да, книги, ну, книги тоже фармятся в пустыне, кстати говоря, вот, есть просто куча гайдов по пустыне, тоже, как ее правильно формить, но, вот, видимо, что могу сказать, есть такой гайд, недавно его буквально встретил, как на Корее, пытаются формить пустыню, то есть, делается это все через храм, заходят в храм, рядом с храмом в спот, советы, советы новичкам, ты сейчас книгу напишешь, ну, как бы, это маленький совет, что, как, дай человеку, нормально подсыпать, ему монтировать еще это, да, думаю, это я сразу так все выложу, просто целиком, часом, да, часовой, да, в принципе, как таковых-то, главное, отфармливать все, стараться отфармливать все в неделю, все, весь контент, который есть, и все ежедневки, сдерживать, те ежедневки, закрывать, и как бы, за счет этого, каждый день делать, за счет этого, в принципе, можно играть без наата, ну, единственный донат, который прям, нужен, если играть, чуть-чуть на донате, то это, примак, все, да, да, остальное, ну, это на андроидах, на айфонах, он чуть-чуть подороже стоит, вот, но если, в принципе, есть эмулятор, то можно и через эмулятор покупать, еще один лайфхак, дорогие, да, ну, в принципе, думаю, на этом можем закончить, не-не-не, еще один советик, так, давай-давай, алхимические камни, делаете розовую, розовую буханку, и розовый камень на фарм, который, на, 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 на камень удачи, остальное, можно даже, ну, особо не трогать, можете еще сделать на боссов, на, мировых боссов, и на, этих, ходу боссов, проходки, которые, и все, пвп камень, я его, последний раз, не помню, не помню, не про, когда, если честно, я вот не вижу в нем, особо смысл, он есть у меня, но, типа, ну, он есть у всех, но, типа, его, мне кажется, никто не, не одевает, все-таки, она решает лучше, чем эти всякие, дока, не, только мне, по личному опыту, если бы он прокал, мне, надо, понятно, правильно, то он бы решал, а так, он что-то, ну, походу, его не, не, не включили, во-первых, и сделайте, какой-нибудь камень, себе на пушку, для гильдии, на слон, там вроде есть, ну, на пушку легче сесть, просто, согласно, на сонах, да, вот, вот, в принципе, все, камень на фарм, и камень на АБС, розовый, а остальное, это, ну, к тому же, по желанию, на этом, в основном, трата ресурсов, только, и все, ну, остальные, да, вот эти два, это, прям, must have, надо, чтобы фармить, и, чтобы драться, грубо говоря, и все. Хорошо, спасибо вам большое, за интервью, за полезные советы, думаю, те, кто посмотрит данное видео, много чего нового, для себя откроют, и узнают, также, если будут у вас, какие-то вопросы, можете задавать их, в комментариях, и, может быть, когда-нибудь, мы еще что-нибудь, да, подснимем, вот, спасибо большое, ребят, за интервью, еще раз, да, что едем, не за, и так, все, с вами был, иревесарио, спасибо за внимание, я кончил.